Вопрос в том, что есть Сахаджи Йога для человека? Это то, как мы можем узнать самого себя, это уровень самопознания, это основное, что есть Сахаджи Йога, и все это мы можем достичь через медитацию. Что есть медитация? Какого типа медитации существует? Медитация — это состояние, когда мы находимся без мыслей, нет никаких мыслей, мы сидим в абсолютном мире. Это состояние, когда нет реакции, но мы осознаем все вещи, которые происходят вокруг. Мы должны сидеть максимально время в медитации. Если мы без мыслей, происходит работа кундалини. Мы без мыслей, и мы находимся в этом состоянии. Сидите в медитации 20 минут, 45 минут, 1 час — то время, которое возможно. И мы должны находиться в этом состоянии. И тогда кундалини действительно работает. И кундалини работает на коллективное сознание. Это состояние нашего сознания. Осознание. Что мы должны чувствовать внутри нашего тела, когда мы медитируем? Это очень спонтанный процесс. Вы не можете это чувствовать, потому что это работа кундалини. Но когда мы медитируем, кундалини работает на специфических чакрах. Мы это чувствуем внутри самих себя. Но мы не можем пытаться это использовать, потому что это эволюция. Эволюция человеческого сознания, уровня человеческого сознания. Мы соединяемся к божественной энергии. Но это не великая эволюция. Это эволюция, которая человеческая эволюция. Вещи, которые божественны, становятся нашим знанием. Это наш опыт. Это вибрация. Кундалини работает на чакрах, и мы можем чувствовать какие-то моменты в чакрах. Иногда мы чувствуем вращение в чакрах. Это разный опыт. Разный опыт того, как работает кундалини. Это то, как мы это чувствуем. И мы понимаем это безмысленным сознанием. Какие типы чисток мы можем использовать, для того, чтобы помочь нашему телу очиститься? Обычно это те чистки, которые мы видели на Сиди. Этих чисток вполне достаточно, чтобы очистить чакры и каналы. Шримададжи сказала, что вот это и есть очистки, чтобы удалить какие-то препятствия в чакрах. Когда мы используем эти очистки, мы можем вернуться в центр. Все, что мы сейчас видели, как раз этого и достаточно. Ничего больше не требуется. Есть опыт, когда мы имеем какие-то другие очистки. Что вы можете сказать об этом? Сначала я хотела бы сказать, что очень важно, чтобы вы сделали для себя ясно, сказано это Шримададжи или не сказано. Потому что Шримададжи никогда не называла какие-то другие вещи, кроме тех, которые она назвала. И ничего, кроме того, что она назвала, не требуется. Какие-то вещи, которые не были сказаны Шримададжи, они не нужны. То, что мы сейчас видели, вот это более чем достаточно, чтобы сбалансировать и привести в порядок чакры. Вот иногда бывает такая очистка, когда люди пытаются делать понтан против часовой стрелки. Вот то, что мы должны понять, все, что происходит против часовой стрелки, это никогда не конструктивно, это всегда деструктивно. Есть только очень конкретные ситуации, когда это можно делать, но в нормальных ситуациях это никогда не делается. Если есть какая-то проблема, мы обычно делаем бандан под часовой стрелки. Никогда не используем бандан против часовой стрелки. Я не хотел бы спрашивать какие-то странные вещи, но люди хотят знать о некоторых чистках, которые они используют, потому что они об этих чистках услышали от кого-то, и они думают, что они хороши. Хорошо это или нет? Что мы можем использовать для таких чисток, когда мы чистимся с помощью лимона, кокоса, лука? Можно ли это использовать для открытия чакр? Чтобы открыть чакры, мы должны понять одну вещь, что открытие чакры мы не можем сделать сами по себе. Это работа кундалини. Первое, что мы должны понять, что есть открытие чакр. Это не то, что что-то реальное, например, как цветок открывается. Открытие чакр — это обычно качество или функция этой чакры. Это мужество, которое основано внутри чакры. Это как будто бы открытие нашего осознания, понимания, получения знаний. Например, Муладхара. Пример Муладхары — это качества, такие как невинность, благоразумие. Когда мы говорим, что Муладхара чакра открыта, это не то, чтобы чакра открылась. Это просто проявление качеств, проявление качеств божества Шри Ганеши. И мы тогда полностью понимаем, что такое невинность, что такое благоразумие. Когда эти качества приходят к нам, это и есть открытие чакры. Когда чакра излучает энергию, она открыта. Это не то, чтобы я могла бы использовать что-то извне, чтобы открыть эту чакру. Потому что это эволюция, эволюция моего осознания, нашего осознания. А это шаги в эволюции, шаги в нашем восхождении. И когда основан какой-то конкретный аспект, просветленное внимание, мы говорим, что чакра открыта. И когда мы говорим об открытии, мы не говорим о том, что узел какой-то развязался. Мы говорим об осознании, об восхождении, о каком-то конкретном аспекте, который восстанавливается внутри вас. Нельзя просто взять и открыть чакру с помощью какой-то чистки. Потому что это что-то очень внутреннее, которое может быть достигнуто только с помощью медитации. И с помощью этих шагов медитации один за другим, с помощью этого восхождения, мы становимся невинными. И тогда мы говорим, что наша чакра открыта. Шрима Таджи сказала, что чистки бывают только с лимоном, кокосом и чили. А лук используется только в какой-то одной конкретной чистке. Какие-то другие вещи не используются для чисток. Ни лук, ни чеснок, ничего типа такого. Перед тем, как начинать чистку, мы должны убедиться в том, что сказано это Шрима Таджи или не сказано. Когда мы используем лимон или кокос, они имеют возможность накапливать вибрации. Другие какие-то вещи мы не можем использовать, только кокос, лимон и чили. Нужно использовать только эти вещи и никакие другие. Сначала нам нужно использовать хамсаберки, чтобы начать чистку. Конечно, конечно. И в конце я хотела бы спросить вас о том, что может посоветовать русским. Вообще, то, что мы изучаем, чему мы учим в Центре Здоровья, это разные виды чисток, но все-таки основное это медитация. Только медитация. Потому что все наше восхождение это только через медитацию. А чистки — это чтобы привести нас в центр, если мы уходим влево или вправо. И с помощью этих чисток мы можем установиться в центре. Но для открытия чакр это не подходит. Только медитация. Только медитация. И так мы получаем благословение от Шримададжи. Шримададжи.